здравствуйте купил себе новую болгарку вместо той которая поломалась спалил не не поменял подшипник и вот сейчас покажу как я приспособил эту хотя поставить конструкции так у меня было приспособил эту болгарку для того чтобы молоть сахарную пудру это моя новая болгарка строма профессионал какая-то ну принципе делала хорошо я внутри разбирал там подшипники все нормально мощность 2300 ватт 8000 оборотов почему именно это и 180 диск почему например не такую же как у меня было до сих пор где якорь поменял но ничего так не изменилось она пыхтит искрит и щетки меня два раза менял все-таки даже три раза менял все-таки ничего не получается не знаю чем мастером сдавал но никакого эффекта можно было поставить более меньшую полгарку вот такую лучше тем что на ней оборотов больше но не около 10000 11000 оборотов здесь 80 оборотов для муки для подры и сахарной чем больше оборотов тем лучше но во первых она меньше слабее 1100 ватт здесь 2300 ватт ну заявлено чтобы делать большие объемы сахарной пудры надо папа помощнее болгарка чтобы насыпал туда стал четыре стакана как я делаю я насыпаю сразу три четыре стакана сахара и ее достаточно во вторых тут еще есть недостаток вот это посадочное место она короткая здесь покажу для чего она нужна и потому что у меня своя конструкция у кота своя конструкция по-разному люди делают я по-своему сделать это покажу кастрюли обычная она прикручена двп дсп то есть то есть фанера не завариваюсь фанеры этот мебельный мебельный уголок такой для диванов там используется и он был сначала получиваются потом гайкой затягивается прижимается этот уголок можно взять было просто короткий болт и коротким болтом просто затем закрепили у меня таких короткие не нашлось я длинный болт взял и гайку гайкой потом прижимаю специально взял поменял заводскую на вот такую чтобы раскручивался хорошо течить камеру по правду лопатка сделана лист какой-то пола полоса какая-то ровная дырку просверил там напильником и растащил тоже сила такого не было как надо на 20 по моему свирел а потом разбивал сделал крылья чтобы крылья захватывали до стенки доставали и по стенке захватывали потому что сахар смещается к стенкам когда к центробежная сила и чтобы ее там тоже доставал тут фанеру пристрел прикрутил шурупами на 15 видно торчат демонтаж видите лютка про простое в некоторых там все и болгарка принципе готова дальше ставим защиту и можно пользоваться болгаркой стоит такой чтобы туда не забивалась я только что поставил у нас равно как я дело плотника так натягивал но она все равно разбивается вот предыдущая разбивается и все равно туда забивается мука здесь в этом почему я еще эту взял тоже за счет это длинный носик длинный хотя вот это вот прорезь она мешает она мешает надо чтобы она была короче чуть-чуть только хватало и чтобы ты здесь была круглая чтобы он был а вот санечек этот мои самодеи не разбивала здесь они сайта неумышленно хотя так и на должно быть разбил немножко разломал то есть вот эта шайбочка она была ли шайбочкой она крутилась вместе с валом мне показалось это неправильным как здесь к маленькой металлическая тут садочка вот она крутилась вместе с валом вот представляете я прижму сюда и она будет тереться фанеру вот этой поверхности сюда будет забиваться сахар пудра и она будет нагреваться это все вот это неправильно надо чтоб меньше как можно меньше было трущихся поверхностей поэтому она теперь не крутится я ее смазал силиконовой смазкой некоторые люди вот не понравилось используют эти вот болты выкручивает 1 минута приводить или эти потом на вот эти болты так вот сюда пристреливают и как бы длинными болтами садят но мне понравилось то что вот но например здесь вот это получается какая-то алюминиевая или что каждый раз так включить выкручивать это износ большой вот этих резьбовых соединений потом которые если это не знаю как на алюминий похоже если это алюминий то оно не хорошо это хотя по моему железо вот это самого вот этот штука на алюминиевая видимо и так вот я снял видите два болта снял саму крючатку открутил два болта сняла уже мне готова болгарка для своей работы потому что у меня она теперь получается одна такая она маленькая то большая не рабочая это серьезная работа нужна вот эта болгарка быстро просто демонтируется то что она рабочая и уже я много наработал ею можно доказательства тоже стоит ведро 20 литровая я уже замесил candy тут уже миска candy там замешана мед кончился топлива надо натопить меда и вот так вот я и ею работаем вот видите как сейчас все попробую фанера еще так заклепками прибил на просто я не я не знала как вот эти вот уголки или как вообще можно прикрепить я решил брать на вот эти резьбовые соединения можно как-то было по-другому придумать можно было по полосу взять и согнуть вот так на эту полосу прибить и прижать как-то кастрюли но взять широкую полосу чтобы и в дырку в ней просверлить но я решил так проще потому что я когда это монтировал все сюда пристреливал фанере я прижал кастрюли с но фанера же был прижат прижат от кастрюли так прижал кастрюли волки просто прижал болтами и вот они уже прижатые их уже прижатых присверливал потом прижимал потом шурупами все я уже как ничего не гадал по точно не точно у меня уже все совпало все теперь уже она имеет тот размер который надо вот теперь а сейчас попробую показать как она в работе меня сахара нету ставки я сидом на миг на малом вот так какие-то крупинки чувствуются конечно но целом это пудра вот так есть там какой-то то что я высыпал перед этим это было просто ситом перетирал прежде чем делать канди и то что осталось то было остатки с под ситом браковка это я тоже теперь буду через сито пропускать вот так судите сами решайте сами оценивайте если понравилось может быть что-то тоже так сделать хотя я не считаю что эта конструкция очень удобная там скорее всего найдете где-то в интернете более удобно просто я сделал так как мне было удобнее как было быстрее и как было того что у меня было там кусок фанеры взял там мебельных волков 2 шурупы и быстренько стилипал вот так вот загорку но такая болгарка не пойдет пищите такую чтобы не было вот посадочное отверстие посадочное место чтобы не было вот этого сточеного про прям под самое но это и здесь не должно быть минимум трущихся поверхностей чтобы посадили на сани че какой-нибудь там войлочный и это длинная должна быть ну или как там вы себе приспособите не знаю вот чем длиннее тем лучше потом чтобы вы как там али его приспособить ну вот смотрите сами как так я так выбирал все